Выставка получила название «Первая фолио», так называют первое изданное собрание пьес Шекспира. Однако для Елены Душкевича эта выставка стала второй. Дебют состоялся в марте в Художественном музее имени Крошицкого. Она очень мощно стартовала. Первая персональная выставка сразу в Художественном музее. И затем в том же году еще один персональный, абсолютно отдельный, уже на совершенно другую тему проект. Это, на самом деле, не каждый художник может потянуть. В отличие от масштабной экспозиции в музее Крошицкого, выставка в Зеленой пирамиде получилась камерной. Зато художник отмечает, удалось создать атмосферу творческого комфорта, которая побуждает посетителя размышлять и фантазировать. Есть элемент таинственного, неопознанного. Есть такие совсем зыбкие, уходящие смыслы, которые ветвятся. Автор говорит, эта выставка как полет с облаками, как послание, записанное на облаках. Такое настроение подсказала дочка, твердившая рисующей Елене про облака. Как я не пыталась выяснить, к чему это, было невозможно услышать ответ. Поэтому это во мне родило какую-то такую метафорическую картину. И потом, через абстракцию, все равно получилось так, что получился разговор облака с Евой. Разговор облака с Евой – это название центральной работы в экспозиции. Всего картин 12. Всех Елена писала в едином порыве в течение полугода. А параллельно работала и пятилетняя Ева. Результат – три картины. Их разместили во дворе Зеленой пирамиды. На одной картины нарисована девочка с радугой, а на другой нарисована карта, когда едет машина к морю, к бассейну. А на другой нарисована бассейн. Видно, немножко протекла класска. А кто тебя учил рисовать? Ну, я сама научилась. Это у меня уже вторая выставка. Мама и дочка планируют и дальше работать в тандеме. Елена Душкевич уверена, взрослые художники должны не только выступать наставниками подрастающих талантов, но и перенимать открытость, непосредственность, с которой рисуют дети. Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова